всем привет друзья мои рад вас всех приветствовать на своем канале приятного аппетита если кто-то кушает и смотрит это видео ну что помчали сегодня у нас на обзоре очередной айфона подобный клон на этот раз от китайской компании black view модель называется a30 все ссылки на продавца и на самый внятный кэшбэк будут в описании для тех кто любит теребонь как на коробочку есть распаковка на канале а мы сразу переходим к обзору этого телефона он сделан по трендам середине 2018 года и основным трендом как вы уже наверное догадались является пресловутая монобровь внешне он не сильно отличается от своих китайских собратьев давайте посмотрим на его внешний вид корпус у нас полностью из пластика на правом торце привычный нам качей громкости кнопка питания сверху слот три с миллиметра для наушников левый торец полностью свободен от всех органов управления внизу располагается звуковой динамик микро юсб порт а дальше отверстие просто на сверленный корпусе для симметрии под ними ничего нет на передней панели расположилась сэлфи камера разговорный динамик датчики освещения приближения а внизу отверстие для разговорного микрофона задняя крышка съемная и под ней располагается слот для двух наносим карт или же одной сим-карты и карты памяти из этого лотка как и прет китайские фантазии о надежности этого лотка можно складывать легенды но не в этот раз камера в угоду моды двойная но вторая камера какой у всех бюджетных китайцев просто для красоты сканер отпечатка пальцев не завезли габариты телефона составляет 141 на 69 при толщине в 10 миллиметров есть телефона 143 грамма дальнейший обзор будет проводиться со стороны цены на конец сентября в 6000 рублей или же 90 долларов телефон оснащен экраном 5,5 дюймов с разрешением 1132 на 540 точек экран среднего качества минимальная яркость с традиционным для бюджетных китайцев завышенным порогом максимальной яркости хватает для пользования телефоном при дневном свете белый цвет в исполнении blackview какой-то грязно-белый перевод меню практически стопроцентный в настройках не переведены два пункта пункт жестами и автоматическая очистка памяти а в пункте система не переведенными остались жесты для управления телефоном скриншот по трем пальцам я рекомендую выключить так как тач начинает лагать в играх при его включении а вот двойной тап по пиктограмме домой для блокировки телефона очень многим понравится телефон работает под управлением android 81 критических багов на момент тестирования я не заметил давайте заглянем под капот нашему с виду мустангу а там смотреть то и не на что за быстродействие отвечает бородатый старик 6580 компании mediatek запасы которого никак у китайцев не заканчиваются оперативной памяти 2 гигабайта а постоянный 16 гигабайт из которых пользователь имеет своем распоряжении 11 с половиной фронтальная камера на 8 мегапикселей передняя на 5 сдвоенную камеру ни одна программа не видит ну а фото чуть позже синтетические тесты провести в полном объеме не удалось при попытке скачать play market antutu 3d выяснили что это приложение не подходит для этого телефона скажу окровенно многие приложения с 3d не очень походят для него поэтому сегодня без antutu хотя результаты бенчмарка для этого процесса и так ясны а вот скрины с программ 3d макс и гиг бенч перед вами разблокировка по лицу владельца работает с 50 процентным срабатыванием ну точнее сказать то работает то нет про звук здесь можно сказать коротко он есть ну и не более того а вот и пример звучания звук через наушники характерен для такой цены чего-то фантастического не ждите разговорному динамику и микрофону претензий ноль теперь перейдем к фото возможностям смартфона хорошо что можно сказать про телефон что он достаточно неплохо фотографирует плохо что это не про наш а 30 все фото на этот телефон рекомендую снимать только при хорошем освещении как я уже говорил передняя 5 мегапиксельная камера делает фото достаточные для соц сетей у непредвзятого пользователя основной 8 мегапиксельной камере не хватает контрастной насыщенности цвета за 90 максов можно найти телефоны и с более качественной камерой режим размытия заднего фона как у большинства китайцев с псевдо двойной камеры программный просто в центре размытия по кругу и все так что про атмосферные фото с эффектом боке забудьте gps нареканий нет работает хорошо 3g также без претензий игровые возможности mt 6580 это не очень совместимые понятия но все же я поиграл в одну дружку под названием гансов бум играть можно как и большинство легких казуалок телефон после пары боев нагрелся до 42 градусов что вполне ожидаемо для 6580 ну и наконец дошли мы до автономности до заявленных 2000 с половиной миллиампер часов мой телефон не дозарядился заряжался с нуля до 100 процентов за два с половиной часа и напитал приблизительно 2200 миллиампер часов отсюда и автономность и она не впечатляет за час просмотрен на ютубе через вайфай при половиной яркости аккум потерял 25 процентов заряда поэтому при активной эксплуатации смарт попросится на зарядку уже к обеду вот такой неоднозначный телефон покупать его или нет за вас решить я не могу но могу посоветовать при цене в 90 долларов слать китайцев в эротическое путешествие на юг а вот при цене в 69 баксов или четыре с половиной тысячи рублей брать вполне можно цена предзаказа этого смарта было как раз 69 долларов это и есть его адекватная стоимость на этом надо заканчивать обзор подписывайтесь на канал и поддержите обзор лайком добро пожаловать мою группу в контакте посвященный мобильным телефоном ну а пока пока